Романтизм. И говорили много о том, какие корни есть у романтизма, что это явление не исчерпывается только литературным понятием начала 19-го, конца 18-го века. Романтическая эстетика присутствует на поле о том, что мы называем массовой культурой, массовой милизвистикой. Что почти все жанры массовой милизвистикой были изобретены романтиками. Напомню, гладрама, детектив, исторический роман, и сказал, что вышел из жанра Хэнтли. Это все шпионский тритер, это все романтические жанры. Так все, хватит болтать. Я прошу внимания. И именно по этой причине решили мы с вами, мы будем заниматься с вами романтизмом. Потому что изучать русскую литературу в отлеве от реалий, то есть иконопись русской литературы, или там ученическая русская литература 18-го века, судя по всему, вам никогда не пригодится в вашей работе. А вот все, что будет связано с романтизмом и массовой культурой, там что такое СМИ, хватит. СМИ – это часть массовой культуры, да? Вот это вам и пригодится. Пригодится именно, начиная с романтизма. Я вам пообещал, что в следующий раз мы будем говорить уже о категориях романтических. То есть что-то у нас будет более конкретное и связано непосредственно с теорией той литературы, которую мы изучаем. Итак, вот существует 200 определений романтизма. Такое количество определений говорит лишь об одном, что явление – это настолько трудноопределимое, что вот 200 попыток дать окончательное определение этому явлению. Мы не будем, естественно, перечислять все эти 200 определений, это бессмысленно. Мы будем говорить о тех постоянных устойчивых признаках, которые будут характерны этому направлению, этому типу мышления, этому типу психологии. Короче говоря, все то, что мы за романтизм. Так, внимание. Внимание. И вот среди ключевых признаков есть основные, есть подчиненные. Установим, что это иерархия этих признаков. Атомом или элементарной частицей такого сложного явления, как романтизм, то есть то, из чего выходит весь романтизм, является такое понятие, как диалектика добра и зла. Это отовременно и философское, и эзотерическое, и религиозное понятие. И оно, естественно, требует дополнительного пояснения. Что это за диалектика добра и зла? Не было бы этой диалектики, не было бы романтизма. Именно что-то было. Но запросило понятным всем. Слово диалектика требует объяснения. Слово диалектика было пущено в обиход западной европейской мысли и жизни великим немецким философом Гегелем, философом романтика. Именно Гегель запустил это слово, диалектика. Он был современником всех романтиков. Эта творчество его приходится в начало XIX века. Он написал самый знаменитый свой труд «Энциклопедия философских наук» трехтомника. И он тебе дает определение диалектики. Вот все эти три тома посвящены определению диалектики. Если сводить все к сухому остатку, то диалектика вся существует благодаря трем законам. Вот каждый из этих законов мы разберем, чтобы разобраться, что такое диалектика. В том перейдем к диалектике добра и зла. Все понятно? Первый закон диалектики по Гегелем запишите. Это вам пригодится не только на занятиях по литературе, для написания литерата, но еще и понадобится, когда будете изучать философию. То, что все, что мы называем западноевропейской философией, она, по сути дела, немецкая. Платон и Аристотель это само собой. А вот потом немцы взяли Павел I и создали свою классическую немецкую философию, которая определила весь путь развития западноевропейской философской мысли. Поэтому смело можно сказать, что как музыка вся немецкая, так и философия вся немецкая. Эта нация очень здорово обогатила и, в общем-то, верла Европу в состоянии кризиса. Все вместе. Первая мировая, вторая мировая, шестка, не кризиса, это немцы. Ну, не важно. Вот оно определение. Первый закон звучит так. Единственная борьба противоположностей. Это закон о диалектике. А потом перейдем к диалектике добра и зла. Как первую элементу или элементарную частицу всего романтизма. Нет диалектики добра и зла, нет романтизма. Есть и есть романтизма. Вот так действуем. Диалектика добра и зла. Что такое диалектика? Отдельно пишите диалектика в скобках Гегель. И вот Гегель пишет. Он современник Наваллеса, Гоффмана, он. В первую эпоху, начале 19-го. Это если хотите, такая кринтэсенция немецкой философской мысли. После Канта. Первый закон так гласит. Единственная борьба противоположностей. Об этом надо поговорить чуть-чуть. Что такое единственная борьба противоположностей? Гегель утверждает, что все многообразие окружающего нас мира разделено на противоположные пары. Свет и тьма. Смерть и жизнь. Добро и зло. Мужское и женское. Левое и правое. И вот если так присмотреться, действительно весь мир состоит из этих противоположных живущих своими законами пар. И написал, что вот он первый закон. Гласит он так. Мир распадается на противоположные пары, рождующие между собой. Левое и правое. Но целостность мира, пишет Гегель, объясняется, естественно, не тем, что он распадается на две пары противоположных. Или на две пары, а на бесчисленное количество пар, но пар и противоположные. Целостность мира, говорит Гегель, объясняется тем, что эти пары противоположные. На самом деле демонстрируют только внешние противоречия. А этого противоречия между ними нет. Вот отсюда и целостность, единство мира. Не знаю, говорил вам или нет, но если говорил, то повторю. Вроде бы такая пара как жизни-смерть, если вы не стоите на религиозных позициях, она никак не соединится. Смерть и смерть чувствуется. Когда, не дай Бог, вы будете хранить своих близких, вы ощутите это горе, понимаете, всю горе чутраты. И первое, что вызовет у вас это чувство утраты, это ощущение того, что вы никогда больше не вернете этого человека. Кажется, какой же здесь закон диалектики, кажется, как здесь снимается эта противоположность друг к вашей жизни. Религия бы на это вам ответила так. Ну, смерть это только начало, начало вашей вечной жизни, жизни вашей души. И вот тут-то все и начнется только. Потому что жизнь дана была вам по искушению, жизнь дана была вам как некая проба, испытательный срок. Если вы выдержали испытания жизни, если не скуривались, не стали убийцей, не стали подонком, если вы в этой жизни блюли себя, не надо даже успеха никакого, не надо высоких постов. Религия – это ничего не важно. Просто, так сказать, не грешит каждый человек, каждую минуту, но испытывая раскаяние, вели, так сказать, разумный, порядочный образ жизни, то ваша душа будет жить вечно, а не страдать в вечном работо. Это вам религиозная концепция и снятие диагностики добра и зла. Но вы, например, люди, ну, скажем так, не атеисты. Вы живете в эпоху, вернее, не атеисты, вы живете в эпоху так называемого новоязычества, и вам все эти пробуги-баджишки кажутся дикими, смешными, нелепами. До смерти он еще сколько лет? Вы даже не очень чувствуете, что это будет 20 лет, 30 лет. А для меня, который уже пожил, вот я с ужасом думаю, как быстро пролетели эти 20 лет, начиная с 1900 года. А 30? Я помню еще эти годы, я помню себя в это время, а их уже нет, и такая скорость. Но при этом, значит, еще раз говорю, вот вы четко и ясно понимаете, что преодолеть вот эту связь между жизнью и смертью, ну, если мы не стоим в нелигиозных позициях, очень сложно, очень трудно. Но с другой стороны, даже на уровне биологии, эта противоположность жизни и смерти сменяется, снимается. Вы скажете, как, вот гниет какой-нибудь звень, гниет человек в могиле, какая же тут снятие противоположности? Какое тут снятие противоположности? Он гниет, его нет, нет его тела и прочее, прочее. Причем есть биология. Как биология оправдает это гниение? Но она и не собирается конкретно эти гниения оправдывать, по этой простой причине, что человек является всегда чьим-то родственником, он всегда находится в каких-то, то, что сам по себе он появиться не мог на свете, он всегда находится в каких-то кровавых родственных, то есть одна кровь в отношениях с теми, кто остался жив. А эти люди представляют из себя, как и всякий организм, как и всякий человек, некий код, код ДНК, дезоксидима, нуклеиновая кислота. И стало бы, а откуда унаследована эта ДНК? Унаследована от предков. И от тех родственников, побочек или никого угодно, которые могут уже умереть и лежать в могиле. Человек — это ДНК. По ДНК медик расскажет вам о том, какие болезни предупредлены вам, какие непредупредлены. Даже можно представить себе приблизительно, сколько вы можете прожить, если не считать, как он не будет случайного несчастного сроча. Катастрофа, еще что-то. Ну вот если вы беседе вмешательств, сколько вы проживете. И получается, что это все будет наследие тех умерших, которые давным-давно загнили в могиле. И получается, что даже на биологическом уровне эти ваши предки продолжают жить в вашем ДНК, ну как снятые, скрытые. Там можно и болтать про Родинсон, и девицы. Встали и ушли отсюда, и болтают себе там. О чем-нибудь близком. Даже как и ваш внешний облик, то есть ваш портрет. Вспомните собаку Баскервилл. Как Шеллок Холмс определил, что ученый, живущий на болотах, является убийцей. Он подошел к портретной галилеи, Баскервилл-холе, увидел портрет знаменитого Хьюго Баскервилля, с которого все и началось. Проклятие собаки, проклятие рода. Загородил ладони его бороду, пристал себе укороченную прическу и сказал, ну вот он, один к одному. Заменим предок нашего убийцы. Жил на этих болотах 200 лет назад. Как понимаете, кости его давно сгнили в могиле. И выясняется, что он полный клоун того, кто живет сейчас. И это помогло раскрыть Шеллоку Холмсу, убийцу загадки собаку Баскервилля. Мы все на кого-то похожи. И лица тех, кто давно уже ушел от нас, все равно присутствуют в нас. Мы все на кого-то похожи. Вот вам на биологическом уровне снятие, диалектическое снятие противоречия между жизнью и смертью. На религиозном уровне, то есть на вере, на христианской вере, на любой вере. Буддизм вообще говорит о рекондации, буддизм вообще говорит о карме и так далее. Это вообще не вопрос. Любой верующий человек представляет себе, что смерть это не конец, не подведение итогов, а только начало. Начало существования вашей сущности, которая внешне от глаза скрыта, но которая и является вашим содержанием. Но даже если вы не стоите, еще раз повторюсь, на религиозных, во зрениях, сама биология докажет вам снятие этого противоречия между жизнью и смертью. Мы все равно чьи-то родственники. И в нас есть ДНК, такой цифровой конт, который у каждого разный. По ДНК определяют неопознанные трубы, чтобы он был язв. У каждого разный, потому что мы имеем разных родственников. И эти наши родственники живут у нас, но в какой форме? В скрытой, в снятой форме, как сказали другие. Это не явно. У нас живут наши бабушки, прадедушки и прочее, прочее. Они определяют нашу судьбу, они определяют состояние нашего здоровья, продолжительность нашей жизни, вообще наш характер, если хотите. Наш тип поведения, наш тип мышления. Все это они определяют. Вот вам и снятие противоречия между жизнью и смертью. И, по сути дела, все пары, все без исключения пары, по мнению Гегеля, по мнению философа, романтика Гегеля, взаимопроникают друг к другу. Это и создает то, что мы называем единство бытия, целостное бытие. Так считал Гегель. И отсюда мы делаем, что-то чуют. Значит, такая пара, как добро и зло, это всего лишь видимое противоречие. И между добром и злом существует связь. Какая? Диалектическая, то есть скрытая. Все мы понимаем, что такое добро. Если даже мы не читали трактатов по моралистике, по этике, мы все равно на уровне инстинкта понимаем, что такое добро. Равно, как все, мы понимаем, что такое зло. Даже не собираясь заниматься, ну, очень серьезно этой проблемой. В Библии эта проблема названа как теодицея. Два латинских комиссий и на одно слово. Теос Бог, Диццер говорит Бог. Воплощена эта идея обучения доброй и зле в книге Иова в Библии. И даже если вы эту Библию не читали, не знаете Иова, ничего не слышали про Теодицею, все равно вы представляете на своем личном опыте, личном уровне, что такое добро, что такое зло. Я вас уверяю, оно не очень-то расходится с общим мнением, потому что если бы оно расходилось, вы были психопатами, маньяками, убийцами, и вас не надо было изолировать. Потому что именно маньяк-убийца это как раз тот тип психологии, у которого не сформировалось представление о таблинести. Поэтому вспомните, доктор-ректор запросто закусывает горошком любого понравившегося ему человека. И для него нет понятия и градации между добром и злом. Надо съесть и съем. И горошком посыпаем. Вы, я надеюсь, не психопатия, не страдаете, вы не психопаты, вы и нормальные люди, поэтому у каждого из вас есть свое представление дорогие зли, и оно совпадает с общим. Потому что вы ведете социальную образование. Если вы ведете социальную образование, вы как бы молчаливо подписались под этим договором. Я знаю, что такое добро, я знаю, что такое зло, и я постараюсь не нарушать этого двоединства. Все понятно? Если вы это нарушаете, вы либо в психушку попадаете, еще раз повторюсь, либо в тюрьму. И вас изолируют от этого общества. И либо лечат медикаментами, либо вы проходите весь ад нашего медитарного учреждения, где якобы должны вас исправить. Но в основном деле не исправляют, а делают еще хуже. все понятно? Или нет? Или вопросы есть? И вот у каждого из нас есть свое представление о добре и зле. Что говорят философ Гегель и романтики? Они говорят, что вот эти вот наши представления о добре и зле смешиваются между собой. Это и есть диалектика. Так же они все существуют. Как вот доказанная мною жизнь и смерть, можно было бы доказать там мужское и женское и все что угодно. Если мир разделен на пары, то пара добро и зло находятся в диалектической связи между собой. И поэтому зло может совершать добрые поступки. И наоборот. Знаменитый эпиграф к роману мастера Роголита Булгакова, который взят из Фауста Геота. А Фауст Геота это культовое произведение для всех немецких романтиков. Для романтизма в целом. Напомню, как он звучит. Так кто ж ты есть? Спрашивает Мефистофель. Мефистофель воплощение абсолютного зла и дьявола. И он отвечает на этот вопрос. Вдумайтесь в эти слова. Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Вот он диалектика добра и зла погибает. Лучше не придумаешь. Часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. И это еще раз говорю это. Первый элемент романтизма как явление философии, религии, если хотите, эстетики, литературы, психологии, чего угодно. Снятие противоречий между добром и злом. Романтики при этом утверждают, я вам говорил об этом, даже просил эту мысль записать неделю назад, или две недели. Романтики при этом утверждают, что вот эту мысль они взяли из древности. А помните, я вам говорил, что мысль обладает невидимым свойством. Она подобна материальной силе, материальному воздействию. Если вы, как вирус, создаете для определенной мысли благоприятные условия, то она, как вирус, может мутировать и превратиться в эпидемию. И завладеть умами людей. Вот эта вот идея диалектики добра и зла, смотрите, какая простая. Взял, объяснил, в общем-то, вы поняли. Между добром и злом нет никакой принципиальной разницы. Они сосуществуют в форме снятого противоречия. То есть в добре скрыто существует зло. И наоборот. Помните мое рассуждение про ДНК? Я снял противоречие между жизнью и смертью. Каждый умерший ваш родственник как бы заложен в цифре и коды ДНК. И он вроде бы умер и в то же время живет у вас. И вы кого-то родите. А если даже не родите, вы будете все равно чьими-то родственниками. Сталко даже по побочной линии, вы будете тоже существовать определенные цифры этого кода. Это на уровне жизни и смерти, на уровне биологии, на уровне науки. А вот теперь на уровне этики. Оказывается, добро и зло они тоже сосуществуют. Как и все пары. Это Гегель утверждает. Мы сейчас остановились только на одном законе Гегеля. Это единственная борьба противоположностей. все противоположности сходятся между собой. Давайте запишем второй закон диалектики, а потом опять вернемся к диалектике добра и зла. Напомню, чем мы сейчас занимаемся. Мы занимаемся с вами вопросом диалектики, утвержденным Гегелем, и романтики будут утверждать диалектика добра и зла. Это является основой романтизма. Основой основ романтизма. Итак, какой второй закон Гегеля? Переход количества в качество. Что значит переход количества в качество? Как пояснить, как прокомментировать второй закон диалектики Гегеля? Количество это внешняя категория. Количество вы все можете увидеть. Вы сразу считая, понимаете, даже не умея считать, увидите какую-то большую массу людей, вот вы находитесь во власти количественной категории. Если на вас нападает сразу трое маргиналов, вы как говорится ногами, спинным мозгом и страхом сразу определяете, что такое количественная категория. С тремя вам не справится. Даже с двумя есть очень большие. и даже с одним, если это какой-нибудь Тайсон. Потому что вы тут же вспомните по количеству своей собственной мускулы, не очень развития, и посмотрите на количество этих мускул на теле Тайсона. везде будет количество, как внешняя категория. И вес это количество. Ваш скромный вес с его тяжеловесом не сравнится. И поэтому он как динозавр великолепен только хвостом и вы ваути. Количество мы понимаем сразу. Количество дается нам зрение в ощущениях внешнего мира. Количество очень простая категория, она относится ко внешнему. Количество всегда внешнее. И ну не почти всегда. А вот качество. А качество это внутренняя категория. Качество это скрытая вещь. И получается, что во втором законе диалектики переход количества в качество Гегель опять говорит о двух противоположностях, которые вступают между собой в диалектические отношения. То есть в отношения взаимопроникновения. Внешнее и внутреннее. Внешнее количество, качество внутреннее. И он говорит переход количества качества. Если вы накопили определенное количество, то вы имеете все шансы поменять и качество. Если это количество переходит через критическую черту. Например, у вас в кармане 100 рублей. В сравнении с бомжом, который выбирается, вы богаты. В сравнении с Биллом Гейпсом, вы нищие. То есть бомж. если у вас на вашем счету будет, например, не 100 рублей, а 100 миллионов долларов, вы уже приблизитесь к Билл Гейтсу, хоть в какой-то степени. Но поближе выйти. и вы уже обретете совершенно иное качество жизни. Я его не оцениваю. Я не говорю, что это будет лучше. Это просто будет другое качество жизни. Которое будет проявляться во всем. В вашей одежде, в вашей манере поведения, в вашем мышлении, в вашем отношении к другим людям, во всем. и количество денежных единиц на вашем счете будет влиять на вас, как на человека, в качественном отношении. Об этом написано на процентов 50 всей западноевропейской и русской классики. Вы читали рассказ Ионыч Чехова. Вот вам переход количества в качество. Скромный уездный уездный доктор Старцев, у которого нет ни рубля за душой. Это один человек, разбогатевший на частной практике врач, который скупает все дома свободные в этом городе. Превращается, как пишет Чехов, в языческого бога с сиплым голосом, с одрижкой и толстой шеей. Это другое качество. Это два разных человека. Хотя вроде бы один и тот же человек. У него даже имя меняется. Он из Старцев превращается в кличку Ионыч. А всего-то количество накоплений денежных единиц. Таких примеров мировой классики я могу привести много. Но такие примеры, извините меня, помимо мировой классики, вы можете встретить на каждом углу вашей повседневной жизни. Вы сами увидите, как вы все здесь сидящие через какое-то время, лет через 10-15, кто-то из вас сделает карьеру, у кого-то это не получится. И между вами произойдет жуткое социальное расслоение. И вы тут же убедитесь в правоте этого закона и рассказа Чехова. То, в чем убедились уже ваши родители, которые уже прошли этот период, этот искус, и я думаю, вы были не раз свидетелем, когда они вспоминали каких-то своих знакомых, каких-то своих друзей детства, юности, что с ними стало, с которыми они в большинстве своем уже потеряли всякий контакт. Все понятно, о чем я говорю. Вот вам диалектический закон, переход к количеству в качестве на бытовом уровне. Деньги количественной категории, да, до тех пор, пока они не переходят через определенную черту. Когда их становится очень много, они становятся качественной категорией. И огромные деньги, это огромная власть, и огромная ответственность. И если хотите, огромные преступления. Как сказал великий писатель французский Анаред Вальза, за каждым богатством кроется преступление. Вот вам качество, вот вам количество. Переход количества в качество. С этим вопросом ясно? И третий закон диалертики записали, теперь третий закон пишем диалертики. Обратите внимание на окончание слов, которые я сейчас буду произносить, потому что в этих окончаниях будет смысл заложен. Не отвлекайтесь. Закон этот формулируется так. Закон отрицание, отрицание. Е и я. Отрицание, отрицание. это не я. Этот закон является сутью диалектики. Давайте повторим все три закона, чтобы понять природу диалектики, а потом переведем диалектику на пару добро и зло. Почему я об этом все время кручусь и об этом говорю? Это и есть романтизм. А чего нам этот романтизм? Это было давно и неправда. Это наше общество. Мы живем в массовом обществе, в массовом обществе. Массовое общество чем отличается? Массовой культурой и массовой билетристикой. Так вот, вся массовая культура и массовая билетристика основана на романтической эстетике, в основе которой лежит диалектика добра и зла. Поэтому то, что кажется таким далеким, на самом деле весьма актуально. Зачем это вам нужно? Вы будете работать в СМИ. Что такое СМИ? массовая коммуникация. Но если массовое общество, это часть массового общества, воплощает собой эстетику романтизма, стало быть, это будет лежать в основе и в природе того, чем вы будете заниматься. Я буду это доказывать не только на примере литературы. Вот почему мы этим так подробно занимаемся. и это зафиксировано в литературе, не только русской, в большей степени даже в западноевропейской. Потому что романтизм будет для западноевропейской литературы ближе, чем для русской. Все понятно пока, вопросов нет, поехали дальше. Что это за закон? Закон отрицания Е, отрицания Я. мы на этом третьем законе и застряли с вами. Видите, отрицание, отрицание. То есть отрицается само отрицание. Вот суть этого закона. Иными словами, Гегель этим третьим законом хочет сказать, когда что-то чего-то отрицает, на самом деле происходит все наоборот. Что-то нечто другое утверждает, а не отрицает. Закон отрицания Е, отрицания Я. Внешне мы отрицаем, а по сути утверждаем. Чистого рафинированного отрицания не существует. В любом отрицании есть утверждение. Третий закон диалектики. Я еще раз говорю, это очень серьезная философия. Я просто как бы это сказать, пересказываю вам это достойным дискурсом, запомянным. Вообще это серьезная философия. У вас будет курс философии, вам еще раз будут об этом говорить. Но так как проблема это непростая, то можно и несколько раз послушать и что-то прочитать даже по этому поводу, чтобы войти вытягивать. Когда добро, переходим опять на диалектику добра и зла, отрицает зло, то по Гигелю и по диалектике добро утверждает зло, а не отрицает его. И наоборот, когда зло отрицает добро, оно утверждает добро, а не отрицает его. закон отрицание отрицание я. И это первый элемент романтизма. Помните, с чего я начал? я сказал, у вас у каждого на уровне инстинкта, потому что вы люди, встроенные в социум, вы не преступники, вы не маргиналы, вы не психопаты. я надеюсь, что вы вырастите в нормальных, ответственных людей, которые будут нести ответственность за свою семью, за своих детей, за свою работу, за свою профессию. то как же примириться с этой диалектикой добра и зла? Вдумайтесь только. по законам этой диалектики вы можете творить зло в полной свободе. Ребятишки, я вам там не мешаю, я очень громко говорю, голос у меня сильный, противный, а у вас серьезные беседы там. Я дурак наивный, думаю, что я что-то вам серьезно говорю, а вы друг другу там перебрасываетесь в третий чего-то. Вы же простите меня дурака такого седовласова, я пришел здесь вас учить, а я вам только мешаю. В следующий раз не приходите сюда. Я больше вам свое общество навязывать не буду. так вот подумайте только. По этой логике я могу творить зло сколько угодно. Потому что творя зло по законам диалектики, я так или иначе буду творить добро. вспомните опять-таки эпиграф к мастеру Маргарите. Кто ж ты есть? спрашивает дьявола. Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает блага. Вот вам и всенозволенность. Вот куда заходит эта игра в логику. Еще раз говорю, Гегель это величайший философ. Его законы диалектики потрясают. Кажется, что он с помощью этих законов объяснил все, вплоть до физики. химии. Он так очаровал людей той эпохи, что, как сейчас выражается современным сленгом, на Гегеля подсели Толстой, Достоевский. Я не знаю, говорили вам в школе казови шла о Толстом, что Толстой это тот, кто открыл диалектику души как одной из форм психологизма, то есть умение раскрыть внутренний мир персонажа. И это его, Толстого открытия, диалектика души. И это там. Потому что Толстой не отрицает влияние на него Гегеля. Но если мы вдумываемся, вот понятие диалектики применительно к добру и злу, то отрод берет и отчасть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Чем больше вы будете творить зло, тем больше вы будете утверждать добро. вот такая штука по этой логике. И романтики при этом говорят, вот эту идею могут понять только исключительные возвышенные люди. Обыватель этого не поймет никогда. Обывателю говорят они будут ходить в церковь исповедовать не задумываясь 10 заповедей Христа будет веровать в Бога и никогда не задумывается об этой диалектике добра и зла. А возвышенная исключительная личность свободная от этих доктрин будет ставить эти вопросы перед собой и неизбежно придет к диалектике. во что утверждают романтики. И поэтому мы говорят романтики апеллируем к этим возвышенным исключительным людям а не к обывателям. Наша истина может шокировать вырисовать какую-нибудь психологическую катастрофу у человека. Он от осознания этого ужаса может совершить самоубийство. И поэтому мы романтики не для всех а только для исключительных личностей. Но кстати сказать тут они ошибаются. Потому что романтики становятся основой массовой культуры и массовой билетестики. И выясняется что вот эту мысль может понять каждый. И она не так сложна. И по одной только лишь причине. Природа человека так устроена что по своей природе человек больше любит зло чем добро. у человека есть я кажется говорил об этом какая-то бескорыстная тяга козлу. Бескорыстная. А это вы можете проверить элементарно. сейчас вот в тот ненавистный уголок пройду и всем кто там сидит дам полевой щеке как завещал Христос. Просто с размаху потому что они мне надоели и я им это дам. И для всех это будет испытание и понимание на уровне простой практики. я не думаю что все из них подставят мне правы. Хотя именно так они должны были бы сделать. я думаю кто-то возбудится и полезет со мной драться а кто-то быстро побежит написать доноски в Завете Васильевне. Бьют профессор бьет сволочь ущемляет наши права ребенка. Выгоните его в чертой матери но его с его диалектикой. А кто-то глядишь мне и в морду даст а еще объединяться по принципу перевод количества качества. Заметьте у Вас этот мой словесный эксперимент ни у кого-то сомнений не вызывает что именно так они и поступают. Почему? По той же самой причине злоудобно злокомфортно зло соблазнительно зло легкое и и понимание что-то понимание в машину возврат и декад слабый и хотя романтики говорят что нас то понять могут только исключительные возбужденные личности на самом деле все эти идеи оказываются допримитиво понятны и просты потому что все они основываются вот на этой вот человеческой склонности козлу абсолютно бескорыстной склонности козлу как как вы думаете почему например при национал социализме в Германии такой вроде бы жуткий режим и так далее была такая абсолютная поддержка населения абсолютная на всех уровнях включая интеллигенцию потому что вот этот вот романтический стимул диалектики добра и зла был понятен каждому немцу как сказала про романтизм Жермена Десталь романтизм это немецкое недомогание это было поголовное поддержание режима вы можете посмотреть даже документальные фильмы и увидеть что это было избрание Гитлера как канцлера какое всеобщее народное давание а то же самое по другую сторону границы было со Сталиным ну нормального человека не вызовите сомнений что Сталин это жуткая и посмотрите какая любовь народа беззаретная вот сейчас идет фильм царь не бог есть какой фильм но он как бы еще раз реанимирует нам ситуацию Ивана Грозного Иван Грозный был садист на троне но вы не представляете какую он вызывал народную любовь и как его любить любовь или страх а это нельзя разделить Фрейг вам сказал что такое любовь или страх идентификация себя с агрессором отсюда например такой очень мощный компонент в отношении мужчины и женщины как сада мазах то есть сада мазахин если он не проявляется в каких-то там пленках и прочее это уже как бы извращение то он может прекрасно проявляться на уровне чего психологического мучения и многие так называемые семейные пары представляют из себя такой ад местного пользования ад в размере квартирки да много ли их вывода мой дорогой достаточно ну даже академик сахар ты представляешь себе да изобретатель водородной бомбы в его же собственных мемуарах пишет что он рыдал от горя в марте 53-го года когда умер вождь это академик сахар который потом стал известным всемирно неизвестным правозащитником но есть такое в человеке любовь к азбу любовь к агрессору ну есть такое вам даже на уровне психологии скажут это так называемый сейчас скажу стокгольфский синдром когда террористы захватывают жертвы и долго держат их и угрожают их убить и террорист как вы понимаете к своему заложнику не испытывает никаких нежных чувств на то он и террорист то у самих заложников по отношению к террористам возникает симпатия это психология называется стокгольфский синдром вы вообще говоря будете заниматься СМИ это общеизвестные вещи я вам не открываю Америку сто раз уже исследованы еще раз вернемся к нашей теме романтизм если говорить о первом элементе романтизма как о диалектике добра и зла вот он эксплуатирует эту очень гаденькую но очень верную черту человеческой природы человеку легче живется со злом чем с добром добро требует от человека самоотречения вам сказано вот вам все законы добра 10 заповедей Христа возлюби ближнего своего яко себя самого вы вдумайтесь только в эту фразу значит ты миленький сам себя так любишь что встаешь по утрам смотришь на себя в зеркало и целуешь свое изображение ах ты душенька моя а что спаситель вам говорит а вот так же с такой же страстью возлюби ближнего своего сможешь или так и не сможешь преодолеть своего я своего эгоизма а зло что вас провоцирует ваше я ваш эгоизм и говорит при этом это есть гордость героика высшая добродетель вот вам диалетика добра и зла гордыни сатанинский смертный грех он и привел сатанаила к восстанию ангелов а вам говорят нет это добродетель и получается что быть гордым легче чем преодолевать себе эту гордыню любить себя самого в сто раз лучше легче и удобней чем попытаться возлюбить ближнего своего яко себя самого знаете как сказал замечательный циник 17 простите века Ларош Пуко вдумайтесь в это его максимум в этот его афоризм потрясающий афоризм на всю жизнь запомните всем нам хватит душевных сил чтобы пережить страдания ближнего вот действительно всем нам хватит душевных сил чтобы пережить страдания ближнего вот диалектика добра и зла почему она получает такую малоколоссальную популярность потому что она дает отклик какой-то вот не самой лучшей черте нашей природы человеческой это комплимент нашим грехам нашей вседозволенности возможности позволить себе все ну и что я сделаю зло ведь есть закон отрицания отрицания и в моем зле будет добро или как сказал параллельной форме Чарли Чаплин я убью тебя детка для твоей же пользы а теперь следующий вопрос а всегда ли существовала эта пара диалектика добра и зла действительно абсолютно прав Гегель а Гегель очень убедительный уж поверьте мне действительно великий философ великий он потому что он заморочил всем голову а для этого надо быть великим всегда ли есть и это безусловный непреложный закон что добро и зло связано между собой невидимыми нити и что существует закон как бы отрицание отрицание и твоя зло мы так или иначе совершаем добро вспомните что говорят обычно про Сталина да он сволочь да там полна селения в лагерях да он да то что дел такие родственники передай ему мой комплимент он отца у тебя бабушка и все прочее так вот ну вот он взял Россию с охой а когда уходил в 53 году из этой жизни оставил Россию с атомной бомбой ну да он нас убивал зато порядок вообще знаете как сделать чтобы в этой комнате вы больше не солили чтобы здесь было правильно передусить вас к чертой матери всех всех трубы свести может только трубы свести и чистота будет идеальная и порядок будет идеальный он приблизительно так же устанавливал порядок Сталина нет 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 проблем значит убрать надо человека плохой народ чеченцев уберем весь народ чеченцев перевезем их с Кавказа куда на это самое Казахстан там и передов плохой народ евреи перевезем их из Москвы куда ни в Бирбиджан нет народа нет проблем почему народ евреи плохой почему чеченцы плохой это не важно просто плохой порядка нет даже задумываться не будем врачи что-то там гадят сделаем дело врачей всех пересажаем не будет врачей не будет беспорядка ну люди мрут мрать но умирать будут черт с ними а то порядок будет к чему я говорю вот он абсолютный зло и вы знаете сколько комплиментов в его сторону надуманных напыщенных не оправдывающих себя тот кто начинает оправдывать это дело это вот как раз воплощение вот этой диалектики добра и зла найти в осле положительный эффект оправдать зло а теперь следующий вопрос всегда ли существовала эта пара диалектика добра и зла до слов переходило в добро добро переходило в зло конечно же нет дело в том что романтики очень хитрые умные люди они создают вам видимость того что это было всегда они говорят вам что эти диалектики две тысячи лет это действительно так пятый век пророк мани персия но ведь до персии до пятого века нашей эры существовало совершенно иное представление о том что такое добро что такое зло и в той же библии например есть книга и ово который является основой теодицеи то есть учение о добре и злее как о вещах не связанных между собой не имеющих никаких внутренних связей теодицеи в переводе смотой не означает говорит бог да и ростится да бог говорит говорит бог и вот когда говорит бог он точно выясняет что есть добро что есть зло без всякой смеси и если вот эту теодицею переписывать и устанавливать диалектику добра и зла то мы получаем то что мы получаем заметьте какая пара интересная существует вот Родион Раскольников на самом деле существует по законам романтизма диалектика добра и зла его кумиром является если помните роман Наполеон а Наполеон был фигурой номер один для всех романтик по многим причинам еще будем об этом говорить почему романтики так любили Наполеона исполнители Раскольников все время соотносят свои действия с Наполеоном это мой то лом это то это все это пято и он говорит о разделении людей на твари дрожащих и право имеющих это тоже романтическая концепция и он говорит о том что я убью старуху проценщицу Авена Иванова но я совершу добро я освобожу мир от этой твари помните и мое убийство будет иметь положительный эффект более того на эти деньги я закончу курс я стану образованным человеком и вот сколько в будущем добра наделаю так я жду сейчас серьезную беседу прекратится и вы не позволите дальше развиться и посмотрите во что превращает своего героя Достоевский он разве согласен с ним ни в коем случае если бы он был с ним согласен то перед вами был бы нереалистический роман преступление и наказание смотрите какое название наказание и эта диалетика наказуется там в этом романе а романтическое какое-то произведение и тогда бы у вас извините получился бы козот влюбленный дьявол или эликсира сатаны Голлана или мемуары дьявола Сурье но никак не преступление и наказание понятно о чем я говорю и поэтому этот герой нелюбимый герой Достоевского он показывает как этот человек романтически настроенный юноша запутался в своих взглядах как его сводит с ума эта самая диалектика добра и зла на какое преступление его толкает как уродует он свою собственную душу о чем это говорит значит были какие-то совершенно иные отношения между добром и злом да были добро и добро зло и зло и между ними нет никакой связи и быть не может так устроена диодицея так устроено все средневековье богословие так устроен реализм чем он отличается от романтизма так устроено например про священие об этом пишет например Дантов божественной комедии у него там нет никакой диалектики грешник есть грешник и никак его не оправдать немало произведений немало текстов которые утверждают противоположность но вот наступает эпоха романтизма эта эпоха в общем-то никуда не уходит потому что она эта эпоха что делает провоцирует в нас то что лежит в основе нашей человеческой природы преодолевать себя очень сложно легче подчиняться тем низменным инстинктам которые управляют нами бороться с самим собой самая сложная борьба преодолевать свою человеческую природу очень тяжело почти невозможно и поэтому нам нравится романтизм он нас вызывает понимание сочувствие это мы говорили о диалектике добра и зла теперь переходим ко второй категории романтизм мы что сейчас выяснили что такое диалектика чуть-чуть выяснили и выяснили что такое диалектика добра и зла это очень серьезно а теперь переходим вот заметьте у Стивена Кинга например эта диалектика добра и зла будет присутствовать в любом его произведении можете взять для примера скачать из интернета маленький его рассказ лучший ученик Эп Пьюгл живет такой талантливый парень учится на отличном школе такая одноэтажная Америка но ему скучно от того что он самый умный в классе что он лучше всех все знает что ему предметы хорошо рады умственных и из хорошей семьи а учитель говорит ему об одном вот чтобы тебе развеселиться я понимаю что тебе скучно что тебе неинтересно в школе что ты уже перерос в школу тебя надо найти хобби а хобби это увлечение вот если ты найдешь какое-нибудь увлечение твоя жизнь вот сразу заиграет приобретет смысл и значение и он находит это хобби залезая на подвал на этот самый на чердак не помню где у себя или у приятеля в доме не важно и находит там старые пачки журнал Life 45-го года прям не распакованный прям вот перевязанный а эти журналы все были посвящены этот выпуск Нюрнбергскому процессу над фашистскими преступниками и он видит в этих фотографиях гениально сделаны тогдашними фото журналистами съемки жертвов Свенцова повешение этих нацистских преступников и вот это абсолютное рафинированное стопроцентное на глянцевой бумаге воплощение зла так очаровывает его что он избирает именно это своим хобби своим увлечением и что с ним дальше происходит надо прочитать я вас уверяю будете читать потому что вы пришли книжки читать вы учитесь что я вам молил ухо я все буду рассказывать перед сном что ли ты слышишь меня девушка ну слава богу но когда вы будете читать этот рассказ вот можно поспорить вот вы всех тех ужасов которые будет творить этот парень то что он будет очарован злом вы будете испытывать к нему сочувствие потому что перед вами будет воплощена эта самая пресловутая романтическая диалектика добра и зла потому что жанр в котором будет написан этот рассказ это будет романтический жанр готического романа романа ужасов и ужас как нечто безобразное как нечто то что взрывает вашу психику будет обладать чем очарованием эстетическим любованием в этом будет сила этого рассказа и сила этого писателя он прекрасно освоит эту технологию а популярность его колоссальная посмотрите это массовая метристика миллионные тиражи а что он заплатит вам в этом рассказе а то что есть у Эдгара Алла По то что есть у русских романтиков например Богорельский Лафертовская Маковница или страшные рассказы Гоголя все то же самое например страшная месть Гоголя ночь накануне Ивана Купала это все то же самое и даже рассказ Пушкина Пиковая дама будет романтическим потому что он будет основан на двух рассказах Гогмана Мадмазель Бескетери и Счастье игрока и у Гогмана если читали страшные вот такие вещи как Майорат Песочный человек Эликсиры Сатаны тоже обаяние дьяволом и обаяние злобой как и в рассказе Кинга Эд Пюбл лучший ученик Я почему Кинги вам назвал Ну вот классику вы с трудом читаете но этот прочитает каждый Ну то сразу вы поймете что такое романтическая эстетика что такое диалектика добра и зла в один миг поймете Хотя и переходим к другой категории сегодня мы ее только рассмотрим у нас пять категорий или пять признаков романтизма из пяти мы сегодня два рассмотрим через неделю рассмотрим еще три и вот на этом мы закончим теорию романтизма то будет теория реализма но сначала перед тем как перейдем к реализму мы будем говорить о произведениях конкретных которые мы будем надетывать на эту теорию чтобы вам было ясно о чем идет речь Итак что такое категория возвышенного она напрямую связана с диалектикой добра и зла дело все в том что теория романтизма представляет из себя жесткую мощную логику железную логику наподобие танкового корпуса маршала Будериана который нашу оборону взрывал как нож сквозь масло проходил такая немецкая логика потому что я хочу сказать что основными теоретиками романтизма были немцы у них даже по этому поводу не только Гегель был у них еще два три философа были которые обслуживали только романтизм и как минимум две школы где разрабатывалась теория романтизма в городе Иена и в городе Гейтельберг и то что они придумали как теорию потом стало работать кто с ними мог соревноваться в этом плане только англичане вот англичане и немцы ну какие англичане это в общем-то англосаксы у них тоже течет эта германская кровь вот англичане и немцы так глубоко разработали романтизм что в общем-то дали ему вот эти вот очень серьезные теоретические основания итак категория возвышенного что это такое не путайте возвышенное с идеальным две разные вещи идеалы возвышенные не связаны между собой иногда на обывательском уровне на обычном уровне когда мы говорим возвышенное то мы имеем ввиду идеальное не в каждом случае итак категория идеальная возникла в третьем веке в четвертом веке до нашей эры платок категория возвышенного впервые была сформулирована в 70-х годах 18-го столетия английским философом Берг его трактат по возвышенному Берг по возвышенному она написана на русском языке книжечка небольшая может если поискать достанете очень легко написано и сразу войдете в суть проблем но так как вы народ ленивый и чаще всего любите сказки слушать то я вам сейчас сказку буду рассказывать я вам больше книжки пересказываю чем вы их читаете итак смотрите четвертый век до нашей эры Платон Греция и восемнадцатый век разница колоссальная естественно что категория идеального древнее категории возвышенного но категория возвышенного выполняет эту революционную роль она хочет сместить как дьявол хочет сместить господа с небес так категория возвышенного хочет сместить категорию идеального и убрать идеальное и заменить его возвышенным что представляет из себя идеальное совершенство идеал значит совершенство это синоним Платон утверждает в своей философии, в каждом человеке живет тяга к совершенству, к идеалу. Так устроен человек, он стремится к идеалу, к совершенству. Почему? Платон это прекрасно объясняет в своем философском диалоге Пирму. Четвертый век до нашей эры. У него возникает следующая теория. Он говорит, что такое человеческая душа. Это осколок, часть, некий огромный, знаете, как часть пазла, некой огромной, колоссальной космической души, которая всегда находилась в космосе. И находилась в идеальном состоянии самодостаточности, как некая, знаете, такая нирвана. Но потом эта космическая душа распалась на бесчисленное количество вот этих вот осколков, пазлов. И эти пазлы, и эти осколки, и есть наши с вами души. У кого-то, так его наделил случай, эта тоска по идеалу огромная, потому что у него осколок этой души огромный, космический. У кого-то ничтожно мала, но у всех она есть. И в силу того, что наша душа, вот эта вот космическая природа, пишет Платон, она всё время стремится туда, вверх к идеалу. Он даже говорит, что такое образование, обучение. Это воспоминание тех знаний, которые когда-то мы знали, когда были частью огромной космической души. Практически каждый человек уже всё знает. Ему просто надо вспомнить эти знания. Вот что утверждает Платон. Потом, когда придёт христианство, оно переориентировит Платона и заменит космическую душу идеалом Христа. И тогда Блаженный Августин, это уже пятый век нашей эры, напишет, что каждая душа во своей природе христианка. То есть в каждой душе заложена эта тяга к высшему идеалу. Как тут же вам Достоевский скажет о Христе? Христос – это идеал, которому мы обречены, вечно стремиться и никогда его не достигнем. Вот вам категория идеального. Это совершенство. Это стремление вот к этому идеальному добру. Что делает категория возвышенного? Она не говорит нам о прекрасном. Она не говорит о том, о идеале. Она говорит нам о возвышенном. А что значит возвышенное? Только исключительные, то есть возвышенные личности, то есть стоящие над бытом, над обывательским представлением, могут оправдать зло. Одна из форм существования зла – безобразие, уродство. И поэтому всякого рода уродство, безобразие, маргинальность по Бергу и будут воплощать возвышенное. Поэтому любой текст, пишет Бергу, любое художественное произведение обязано включать в себя изображение безобразия в природе, в человеческом поведении. Катастрофы должны быть указаны. Извержение вулкана, гибель, массовая гибель людей, бурь, убийство, кровосмешение, самоубийство, насилие – это все будет по Бергу соответствовать категории возвышенного. Как сказал один из теоретиков романтизма мирового, Уильям Блейк, в своей замечательной книге под названием «Провербс оф Хэлл» – «Поговорки ада, мудрость ада». Он был визионером и был уверен, что он спускался в ад и оттуда принес эту истину. Возвышенную истину, не всем погласную. И вот там есть такая фраза. В свисте смертоносного клинка, а когда свистит смертоносный клинок? Перед тем, как кого-то убить. В завывании бури, то есть тогда, когда гибнут корабли, чьи-то жизни гибнут. И в реве дикого зверя, ну, например, на арене Колизея. Перед тем, как этот зверь разделет на части какого-нибудь христианина, да? В свисте смертоносного клинка. «В завывании бури и в реве дикого зверя есть красота», – пишет Блейк, – «недоступная обычному уху». Оправдать зло могут исключительные личности. Возвышенная личность, не обвывающим, по их понятию. Видите, какой комплимент звук? Вот это и есть категория возвышенного. В полном ее воплощении. Ну, а теперь посмотрите на окружающий вас мир. Вы найдете хоть один сейчас. Ну, если один, там два найдете, то это будет великая редкость. Фильм, сделан он в Голливуде, где угодно. Лишенный главного героя, маргинала, совершающего насилие. Но вы все ведь смотрели, на мой взгляд, очень забавную картину. Забавную. Адреналин. Вот вам великолепное с точки зрения мастерства кинематографического и актерского воплощение категории возвышенного. Кто убийца наемный? Кто в воплощении зла? Ему надо выжить. Пока я не разрушил его организм. За счет чего? За счет кого угодно. Цель отомстить. И на этом строится чего? Эстетическая реакция. Вот вам романтизм. Там воплощена и диалетика добра и зла. Вы что делаете? Сочувствуете этому уроду. Вы испытываете к нему симпатию. Вам показано, в общем-то, одно безобразие за другим. Что там такого идеального? И это тоже вызывает у вас сочувствие. И снято это очень здорово. Идет такой динамичный рассказ, где одна сцена насилия сменяется в другой. И насилие уже превращается. Что? В эстетическое действие. Что там воплощена? Насилие. Сейчас положите. Я отлично. И расслабил. Продолжим. Вот вам еще один пример. Тарантино, бешеные псы. Это еще одно воплощение вам вот этой вот самой категории возвышенного. Идеалектики добра и зла. Где вы уже путаетесь, кто там чего. И ради чего все делается. Где насилие превращается в самоцель, становясь чем? Эстетикой. А вот он вообще шедевр. Крестный отец Фрэнсиса Коппола. Это великая картина. Но кому вы сочувствуете? Главе организованной преступности? Для которого убийство бизнеса? И всей его семье? Где Майкл проявляет свой героизм? Убивая в ресторане. И мстит за отцом. И теряет лицо. И становится другой личностью. И входит в клан, как и все они. А вот еще один фильм. Апокалипсис. Наши в ней. Тот же Фрэнсис Коппол. Центр этой картины. Убить героя Марлона Бранда. Почему? Потому что он давно перешел уже эту количественную грань насилия. И сделал насилие божеством. И когда к нему приезжает наемный убийца, он сам его просит, чтобы он его убил. Это бомба, которая взорвет нас всех, как там звучит надпись. А я вам называю шедевры. Кинематографа 20-го века. Непроходные вещи. Сейчас. Знаменитый вестер. Бонни и Клайд. Кому посвящено? Двум убийцам? Которые представлены как романтические герои. Список можно продолжить. Мы живем в ту эпоху, когда мы, по сути дела, продолжаем эту традицию романтической эстетики. Почему? Потому что мир 20-го века сделали два романтика. Один из них Адольф Гитлера, а другой из них Иосиф Сталин. И уже насилие вошло так в нашу плоть и кровь, что оно, это насилие, просто рвется на экран. Понятно, близко, как и очарование злом. И поэтому, если вы будете в дальнейшем, я надеюсь, заниматься массовыми коммуникациями, вы хотите того или нет, окажетесь в области и диалетики добра и зла, и категории возвышенного. И никуда вы не денетесь. То, что, как известно, пасту назад в тюбик не закронишь. Да? Так, и чего? И чего? Что вы хотите сказать? Смотрите, что вам дают в этом фильме, чтобы вам было понятно. Жить по добру и в полном согласии с собой может только придурок. Я не прав? Он блошебный. Он не от мира сего. Он на всю голову больной. Поэтому он добрый. Был бы он по-нормальней, но обязательно как-нибудь по морде дал бы. Опять-таки, вспомните. Утверждая, отрицая. И отрицая, утверждая. Я утверждаю добро. И тут же отрицаю его образом героя. В этом и строится контакт. Мы хохочем. Почему? Потому что это сколь по добру. Мы понимаем, что это может осуществиться только в этом пограничном сознании. Это не правило для всех. Это исключение. А правило для всех. Бешеные псы. Криминальное чтиво. А покажутся с наших дней. Я не знаю, там. Крестный отец. Вот правило для всех. Все остальное как исключение. Или шоколадная фабрика, например. Сказочка романтическая. Почему? Там зло представлено как шоколад. Вот вам. Всеобщее соблазнение злом. Сладкое зло. Супер сладкое зло. Это вам и есть диалетика, добра и класс. Сладость для детей становится злом. Эта начинка там есть. Понимаете, в чем мы говорим? Удачная картина или неудачная картина? Удачность картины будет заключаться в том, насколько, какими эстетическими средствами автор доходчиво вам объясняет или излагает какую-то очень сложную концепцию, сложную идею. Вы смотрите, веселитесь, вас это интересует, вы подсаживаетесь на эту идею и не всегда даже можете ее сформулировать и разгадать. Но это мастерство художника. О сложном рассказать вам легко и просто. включить вас как бы в этот круг проблем. Поэтому я не отрицаю эти картины, эти великие картины. Я говорю только лишь о том, что за этим стоит, чтобы вы это понимали, как люди, которые будут непосредственно этим заниматься очень скоро. и так, значит, сегодня мы подводим итог. Мы без перерыва занимаемся, поэтому я вас отпускаю. Раньше мы занялись только двумя признаками романтизма. Диалитика добра и зла и категория возвышенного. В следующий раз чем мы будем заниматься? Запишите. Мы будем говорить о двоемирии, о романтической депизации и о романтической иронии. двоемирия, депизация, ирония. И напомните мне, чтобы я уже с этого именно начал, что мы уже с вами две категории разобрали, рассмотрели, а потом конкретный текст для авторов.